Бизнес? Бизнес, да. Давай историю. Я хотел, чтобы вы рассказал про вообще, не первое, как все установилось, потому что ты делал все. Зал, еда, одежда, кальяна. Что там еще? Спортивное питание, сиропы, гормон роста, пиццы, суши. Гормон, что ты не делаешь. Не делал, подавал. Очень хорошо. Ну что, наверное, нет такого тренера, который не мечтал бы открыть свой магазинчик, либо вообще построить фитнес-клуб. Оно от этого и пошло. Я так же, наверное, как и все, мечтал, только мечтание получилось реализовать, да, эти все мечтания. То есть просто от мечтаний надо переходить к делу. Первое, это не инферно, это были магазины спортивного питания и фитнес-бары до инферно еще. Как индивидуальный предприниматель получал опыт. Но все, как вы понимаете, и спортпит, и те же фитнес-бары, все строилось на базе фитнеса, на базе имени, которое у меня росло тогда, начиная с 2010 года. Ну, я имею в виду в этой фитнес-индустрии. В 2013 году появился YouTube-канал, тогда уже как бы люди стали больше узнавать и именно на чего расти. И, соответственно, ну как-то бизнес, он тоже зависит во многом от того, ну от твоего имени. А сама, как бы вот, я просто не знаю, что бы мне это сказать про ферно. Как сделать первый миллион? Еще не сделал. Срок датать еще не вышел, два второй миллиона. Или он, в смысле, как сделать, или оборот, или как на карман кинуть. Но для меня, ну как бы, определенный период для бизнесмена, наверное, важен этот рост его активов, да? То есть, когда капитализация компании растет, и в момент роста активов в компании ты не зарабатываешь ничего. Все, что зарабатываешь, реинвестируешь, и еще и сторонние какие-то ищешь ресурсы для того, чтобы опять же инвестировать в компанию. Опять же, если она не убыточная, она растет. Вот, так что, клуб, давайте вот, вообще, как инферно появилось. Это, у меня была одна клиентка, еще очень давно, в 2000-х годах, нет, не вдруг, где-то начале, 2010-2011 год, еще до того, как клуб строили. У меня возникла одна идея, я тогда открыл магазин одежды, там, ритузы продал женские, там, эти футболки спринтами, на рынке купил. И в торговый центр возил, там. Прям вернулся. Да, 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 да. Был такой опыт даже, это, ну, не с фитнесом связан. Тогда я просто к этой девочке, говорю, блин, ну, она так шарит, я говорю, придумай мне название для магазина. Она мне предложила несколько фраз, и я запомнил одну из них, это было слово инферно. Я почему-то запомнил, потому что в Диабло, в игре есть уровень инферно, на тот момент, я за самый сложный. Я думаю, о, круто, это слово запомнилось. И спустя, там, уже, наверное, лет пять, когда мы двумя партнерами договорились строить фитнес-клуб, я назвал его инферно. Они были не против, и так вот оно и пошло. Ну, слово, как бы, противоречивое, с одной стороны, оно хорошо запоминается, но набожные люди, они иногда очень неадекватно реагируют. Находят, да, здесь? Да, бывают такие, но приходят иногда, да, там, говорят плохие, что мы плохие. Но на самом деле я в название не вкладывал никогда смысл, связанный с адом, с адским пеклом, с чертями. А больше это увеличение значения слова, то есть адский фитнес, да, адски вкусный, адская кухня. Кстати, самое популярное, там, какое-то про еду шоу в Америке, китчин инферно называется. Вот, я про это узнал после того, как инферно китчин открыл компанию. Вот, то есть больше, ну, знаете, как бы, такое усиление слова, то есть адский фитнес, то есть, ну, не со злом связанный, не с преисподником. Вот, как бы, это основной смысл. Строили мы клуб четыре человека, я, мой дядя и два двоюродных брата. Больше там никого не было, ни одной строительной компании, никаких таджиков. Четвером строили клуб 1200 квадратов. Только месяца четыре до момента того, как мы пустили людей в тренажерный зал без раздевалок, без, там, душевых. Просто вот в тот момент, когда появились тренажеры, и люди приходили в зал, они нам помогали распаковывать тренажеры. То есть, они все были там в целлофане, там, в картоне. Они даже некоторые разбирали блины, из коробок доставали штанги и начинали качаться параллельно с нами. Вот, я пустил людей, потому что мой клуб строился по такой схеме. Были первоначальные деньги, если кто знает мою историю, она изначально была, ну, такая. У меня жена заболела, и все деньги, которые я хотел вложить в клуб, мы хотели вообще вдвоем строить этот клуб. Мне пришлось свои деньги, как бы, потратить на лечение. И еще я делал два раза сборы, да, просил подписчиков собирать деньги на лечение. Ситуация так вынудила. Своему партнеру я сказал, что я выхожу из игры, но помещение у нас уже было. А помещение, оно, как бы, ну, очень сложно, это подвал. Вот, оно никому нахрен не нужно было, потому что это была наполовину техническая зона. Как бы, недорогая аренда была, и оно никуда не уходило. И мы решили привлечь третьего человека с деньгами. Я даже могу вон цифры назвать, они дали 3 миллиона на двоих. Все остальное, 3 миллиона, 500 тысяч, это было потрачено на этот авансовый взнос за помещение арендодателю. 800 тысяч я сделал авансовый платеж за тренажеры, потому что у меня были очень хорошие друзья, товарищи, которые, ну, сети открывали уже клубов. Производитель Westport мне оформил заказ на, ну, с предоплатой всего лишь 800 тысяч. Там всего лишь, там, процентов, наверное, 20 было предоплата. Мы пошли навстречу, благодаря знакомым, и еще скидку сделали, я помню, 28 процентов на свой прайс. Это позволило оставить вот эти вот деньги там, которые остались, там, миллионов, полтора с чем-то, чуть больше. На то, чтобы загубить строительных материалов, и мы сами, своими руками стали делать клуб. Как только мы построили стены, сделали комнату отдела продаж, прям, там, бетон, все, я сразу же туда, я знал эту систему. Почему ребята, допустим, ну, как бы, не стали вдвоем эту строить? Они не знали эту систему, как она работает. Я уже имею в виду большой опыт работы с Алекс Фитнесом. Я знаю, как Алекс Фитнес строит года по полтора, морозит людей и строит клубы. Вот, я так не хотел себе портить репутацию, поэтому та же самая схема была с предпродаж. Мы поставили туда компьютер, стол, прям, настройки, садили менеджера, они пользовались моим именем. Они говорили, это частный клуб, это вот чемпионы, туда-сюда, и тем самым, как бы, у нас очень хорошо продажи шли. То есть, на моменте, там, предпродаж, буквально, там, первый, второй, третий месяц, да, у меня примерно оборот был в районе полтора миллиона, да. То есть, я, как бы, предпродажами делал первые месяцы, и эти деньги, они накопились, они шли в ремонт, и они же шли потом в выкуп тренажеров. То есть, там, тренажеры мы ждали, там, три месяца, вот. И когда они пришли, я к этому моменту предпродажами их уже закрыл. Открывал также все строители какие-то закупки, и вот так вот клуб строился. И, ну, я там обманул людей, может, на два месяца, да, с полным открытием. Потому что люди приходили, говорят, вот, тренажеры привезли, можно мы будем качаться без раздевалки, без душа? Пожалуйста, мы там сделали ширму, и шкафы привезли, которые были для раздевалки. Мы из них прям схватили такие помещения из этих шкафов, и там был женский уголок, мужской уголок. Они прям пришли без душа, прям, грубо говоря, там, мы зал отмыли после стройки. Вся, кроме тренажерки, часть строилась дальше, ну, опять же, строилась с моими двумя братьями, мной и моим дядей. Вот, и они там тренировались спокойно. Я помню вот этот момент, когда у нас первый человек пришел, там, два человека в зале ходят, там, дня через, там, три-четыре, там, пять-семь человек ходят. Думаешь, блин, это круто работает. Вот, и такими вот предпродажами я построил клуб полностью. Он вышел порядка, ну, 14 миллионов, примерно. То есть, три миллиона вот ребята дали первоначально, которые я сделал запуск. И порядка, там, 11 миллионов с предпродаж я собрал в течение, там, полугода и достроил его. И карты мы активировали с первого сентября. То есть, начал я его строить, ну, прям, я считаю, у нас дня дня рождения 25 декабря. Мы, по-моему, 25 или 26 забили первый гвоздь, там, первый дюбель, чтобы сделать стены из гипсокартона. Вот. И это был, ну, 15-й год, а, 14-й год. С 14-го на 15-й, на Новый год. Вот, получается, что в этом году сейчас будет 6 лет, в конце года. И, что я хочу, ну, полгода мы, да, строили. То есть, в апреле или где-то, мы уже пустили людей. А в сентябре я активировал карты. Когда уже клуб был полностью готов. И групповой зал, и раздевалки, и душевые, и все. То есть, до этого времени все, кто внес свои деньги, они ходили бесплатно. Это и было мотивацией, чтобы они принесли свои деньги. Карты у нас продавались там по 6 900, потом мы чуть подняли там 7 900. Ну, мы уходили. Дело в том, что в Москве много очень алисфитнесов, очень много подобных демперов. И там, ну, мы сейчас продаем карты там по 6 900, по 8, ну, где-то до 10 тысяч. Люди смеются, на самом деле, особенно из других городов, не из Москвы. Когда узнают, что у меня в клуб карты там 6 900 стоит годовая, да, там. Ну, мы делаем, конечно, какой-то там фишку, мы не 12 месяцев подаем, а 9, 3 заморозки, ну, чтобы хоть как-то, вот. А поэтому такая вот история была с Инферно, именно с клубом, да, да. А можно спросить, а сколько в этом клубе? 1200. 1200. Да. У меня 200. 1060. Вот по территории его элитной. А-а-а. Ну, вообще, в Ваня много стукатурки положил, по-хоже. Очень. Я, нафиг, грудь, работаю, я в хажок, я ничего не даю делать. Всем макарон, тяжести, там, смесители. Меня один раз ждали, чтобы занесить, у нас один, наверное, самый большой, вообще в рынке спортплита в России, мешалка для протеина, которая там, она, что-то, 650 килограмм готовой смесь за раз можно смешивать, то есть выдавать. А меня ждали специальные сотрудники, я приехал, думал показательники. Нет, нет, там, с собой с собой было не подойти, пока один человек был держать. Вот, мне оставили, когда мы ее заносили. Клуб, вот, ой, интересно вам вообще эту тему? Да. Вопрос есть, а вот арендодатели, значит, дешевые аренды платы на старте, в подвале, как и нищие, и все дела. Ну, а сейчас нет сейчас, или как договор был прописан? Там же 11, что вам даст. Сейчас в 4 раза дешевле у меня аренды, чем я тогда подписывал. Я немножко, как бы, это, а нам было, грубо говоря, 1000 рублей квадратный метр. На тот момент. А сейчас 250 года. Да, вот. Да. Ну, это интересно, потому что сейчас очень много клубов, как бы, и... С точки зрения заработка, все зависит. Ребят, давайте объективно. Вы такой клуб никогда не построите за 14 миллионов. Я вам вот... Вот, если вы не строитель сам, и сами со своими друзьями, родственниками, если вам в эти деньги встанет только, наверное, оплата работы строительства клуба. Я прав? Но, смотря из чего ты строишь и какой ты дизайнер? Сама даже оплата работы просто космических денег стоит проект, плюс рабочая сила, без строительных материалов. Это много миллионов. Но порядка 50% нужно отдать за работу. Да. Ты считаешь полностью... А у меня, считайте, получилось, что я за работу практически не платил. Мы строили своими руками. Вот, я расплачивался срок. Что ты делаешь за работу? Это 14 миллионов. У меня же там тренажеры в eSport стоят, да. До сих пор ни один не сломался, только троса... Сладно много разлечить. По подушке. Не, он в эфирную качу идет жесткий. Ты же... А ты когда клуб собирался открывать, у тебя был какой-то бизнес-план, проект? Как срок окупаемости? Нет, был подвал без стяжки, без всего. Просто земля, ездил трактор Bobcat. Я ходил в пинал, чтобы они мне стяжку сделали. Потом, знаешь, как я кирпич взял, вот так вот на полу нарисовал. Вот этот тренажерный зал здесь стены делал. Я клянусь, вот так и было. У меня не было ни чертежа, ничего. У меня была схема, кажется, типичного, типового клуба Алекс Фитнеса. Потому что я там все время работал. Что, кем ты работал? Что, Алекс Фитнес, Алекс Фитнес, давай-ка. Ну, как раз-таки стены там ставил. Нет, нет, нет. У меня там были фитнес-бары, там 4 или 5 фитнес-баров. В разных клубах были, да. И координатором там был, и мне Юра Мельников с кем-то там согласовывал тренировать в любом клубе, не платя аренду. Но я этим не пользовался и как бы не тренировал практически. А так, допустим, в некоторых клубах я там координатором месяц-два побыл и все. Ну, то есть я уходил от тренерства, и мне неинтересно было. В основном партнерство было с Алекс Фитнесом. Но всю структуру я знал, потому что я их много открывал. То есть вот эти все строительные этапы я видел, я проходил. В том числе вот у меня в Бирюлево два клуба, где я начинал канал вести. Там поставили два клуба, блин, напротив друг друга. Все эти, весь этап строительства, я через меня все. Я просто сидел на стройке там с отделом продаж. У меня команда, моя задача была тренерскую команду создать. Это было сделано вот так. И мы еще потом год сидели, ждали, пока мы туда придем работать. Но я тем временем иногда заходил к менеджерам и видел, что там происходит. Это сам строительный этап. И именно эту схему я копировал, и именно тогда она сработала. Сейчас, мне кажется, сейчас она уже не сработает. Маленькая вероятность, что вы соберетесь... А сетевикам еще меньше верят. Они вообще дурят жестко. Ну как бы уже люди не хотят предоплаты делать. Потому что через... Везде есть уже готовые. Везде есть уже готовые. Если вы найдете такое место, я думаю, что крупные города, где люди не настолько дикие до фитнеса, возможно, можно найти место и предпродажами построить клуб. То есть, ну, какой-то фундамент сделать. Допустим, там, сейчас есть 5 миллионов, ты их положил во все предоплаты. Остальные там, там, 20 миллионов ты, допустим, предпродажами собираешь. Возможно, но мне кажется, территориально найти тяжело, и люди уже имеют очень много альтернативы вокруг. А далекие регионы, мне кажется, они не приучены к такой системе. Ты строил клуб как такая отдушенная мечта для себя, и у тебя был какой-то определенный бизнес-план по поводу окупаемости самого клуба. Ничего не было. Я хочу просто в районе... Он даже это не на диктор ставит него. Ничего не было. Понимаешь, было хорошее место внутри спального района, торговый центр, и ни одного конкурента в радиусе 5 километров не было. Сейчас там уже вот так. То есть, место было просто жирное. Любой даже интуитивно увидев торговый центр, и просто вот огромный жилой спальня просто... Вот, и ты в центре находишься. Там грешно было не взять. Факт в том, что помещение дерьмовое. То есть, потолок как бы вот... Даже, наверное, ниже, да? Понимаете, чуть-чуть даже пониже. Вот, такой же потолок, закрашенный там. Но это подвальное помещение. Окон нету, ничего нету. И плюс сверху постоянно заливают. Плюс... А там подвальный гайдер, везде 50 рублей. Нет, сейчас, сейчас, сейчас. Раньше подписывался я, был у дорожки. Вот, это сейчас уже экспериментальным путем мы пришли, что только с такой арендой там можно выжить. А сейчас, пока была пандемия, вы выжили нормально все? Потому что многие тумбы подкрывали. Да я 6 лет не платил аренду вообще ни разу. Я и сейчас не плачу ее. И сейчас не плачу. Нет, я не знаю. А? А где там вообще люди, кому надо платить без твоей? У вас этих людей нет? Можно. А, знаете, я не плачу. Я не плачу. Нет, люди есть, без нас. Там, на самом деле, в чашке сидят. Чем мне повезло, чем мне повезло, да? Пускай тут найдут. Раздолбайский торговый центр с раздолбайскими управляющей компанией, с раздолбайскими учредителями. К тому же здание, уже хозяин здания в ипотеке банкротится. Банкротится он уже лет 6, все, которые я там нахожусь. И еще столько же он будет банкротиться. В итоге там хаос и бардак. Поэтому они рады всему, что ты им закинешь. Если вот честным быть. То есть, как бы вот так. Нормальные арендодатели, нормальных условий, я бы давно уже оттуда выстрелил. Вот. Либо я исполнял вовремя все, да? А здесь я, у меня есть рычаги, они мне прощают часть долгов. Допустим, почему? Потому что тупо они меня залили, да? Я говорю, пацаны, ну вы хотите, чтобы я в таких своих работал? Ну ладно, давай вот так. Мы забудем вот то, а ты не будешь сейчас вот этот. И вот так каждый год вот этот бардак, да? Например, перед тем, как открыть лук сейчас после пандемии, меня залило полностью. Берегите, в подвал по колено было воды. Там ил просто был. Вместе со мной залил. Я тебе скидываю, да? Нет, ты рассказывал. Да. Ну, половодие, знаете, вода прошла, ил остался вот такой. У меня больше там неделю вымывало. И это, я не знаю, как это назвать. Соседи там, фикс прайс, еще какие-то, они там тоже плавали. Вот. Ливневка не справилась на улице, да? Вода на парковке поднялась, и все это пошло в здание. Куда оно пошло? Оно пошло ко мне, в инферно. Вот. И мы не смогли открыться там в ту дату, когда в Москве разрешили открыть клуба. Мы еще плавали. Вот. Ну, вы что думаете, я, у... Несколько лет долгов они мне за это списали. Несколько миллионов списалось. Это минимум, а что это так? Открыл кран. Я думаю, что там, ну, это специфические отношения, которых вряд ли вы где найдете. Вот, мы учились, как мой вареный. Это на самом деле, я не сейчас не фантазирую, не вру, да, именно в тех условиях, в которых я нахожусь, я могу, да, выбивать для себя какие-то льготы, какие-то экономить деньги, не платить за то, что они мне наносят определенный бед. Но, ребят, я бы с удовольствием работал лучше в комфортных условиях, когда тебя не затапливают, когда перекресток, там, не промораживаете стены своими холодильниками, когда у тебя, вот, ну, нет никаких проблем. И ты стабильно, твоя коммерческая вот эта вот деятельность, она стабильна. А здесь меня то залили, то я получаю, допустим, почему я, допустим, им не плачу аренду? Потому что кому-то на голову это пролилось, люди приходят за возвратами, да, и я теряю деньги, мне приходится возвраты делать. Я к ним иду, я говорю, ваша вина там, да, допустим, у меня вот столько-то там клиентов пришло, на 100 тысяч на возврат пришло, да, или на 200. То есть не моя вина, их вина. Поэтому вот так вот, ну, приходится договариваться. А если сентября, в сентябре вы, получается, открылись, когда ты начал уже нормально зарабатывать, а прожить переставать все? До сих пор не начал. Поэтому пришлось включить всего еще. Ну, смотри, как произошло, два партнера, с которыми мы работали, когда они вернулись, когда уже клуб был открыт, скажу честно, заработок примерно был, ну, примерно от 300 до 500 тысяч, да, клуб приносит чистыми, да. А для троих это маловато, как бы, по сотке, по 150 это маловато, да, то есть мы-то хотели больше намного. И мы решили его продавать. Продавать именной клуб, построенный на имени, было тяжело. Нашли другого человека, который купил их доли. И мы, он выкупил эти доли пополам, эти ребята получили свои деньги, счастливые ушли. И мы остались там вдвоем. Ну, и потом от этого второго я тоже избавился. Сейчас историю молчу. Что же ты историю вдвоем обращаешься? Спасибо, спасибо. Допустим, за облачных денег там никогда не было, потом миллионов там никогда не было, миллионы бывают в обороте, да. Самый большой клуб продавал, например, на 20,5 миллионов в месяц. Ноябрь, декабрь, вот примерно такие цифры, да. Средняя погода, например, у меня там миллион восемьсот было, там около двух, первый год, второй год. Сейчас намного меньше. Когда открылась там ракета, комета, все планы, открывались в больших торговых целях, у меня просто там в половину упали. То есть сейчас чисто картами сделать миллион, миллион двести, это нормально. Это окупает. И плюс еще аренда тренеров, плюс еще с рецепшена, да. То есть если миллион клуб делать, сейчас только картами, я доволен. Это плюсом, это там может быть 200-300 тысяч плюсом, это хорошо. Вот. Заработок был с сезонных каких-то там двух месяцев, да, разово. А так стабильно там 300-500. Для одного это более-менее, для троих это не нормально. Иван, а процент посещаемости в клубе вы продал там? У меня очень высокий. Высокий, да. Высокий, почему? Потому что Лиша пришел, Петя с Варей. Петя ходит, Варя не ходит, там, ну, такая история. Если мы берем, допустим, класса, допустим, премиум, да, там вообще, наверное, посещаемость очень маленькая. Люди вообще, ну, как бы не парятся особо, да, они покупают карты и забывают про них. Средняя посещаемость, это, наверное, такой вот сегмент Alex фитнесов, всяких там планет фитнесов, еще каких-то, ну, то есть сетевиков, допустим, да, там, наверное, ну, тоже у них большой процент, не знаю какой, у меня по продажам карт 70% женщины, 40% это мужские абонементы. Как ни странно, хотя, ну, в зале одни качки, мы в основном мужики, ну, преобладают. И о посещаемости, я не могу сказать цифру, но очень большая. Почему? Потому что сама атмосфера клуба, там туда не приходят, маленькая категория людей, рабочая атмосфера, туда не приходят люди, которые купили и бросили, да. С района стягивается именно вот туда тусовка, да, с района. И вот, Услан, да, сожди, там атмосфера прям, там откачет, там откачет, атмосфера. Знаете, подвальная качалка такая, очень большая и качественная. Ну, это все сделано, да? Ну, за продаж, получается, если на ляму выдаешь, это 150 абонов в месяц, 150 человек, правильно? Если абонус стоит, ну, там, 130, ну, там, 130, ну, там, примерно в месяц. В год, ну, плюс-минус процент. Полтора, 1800, да, год. Сейчас тяжело видеть, как вы держать, если ты арендуешь. Смотря какая аренда, смотря какая... Ну, они просто, да, вот аренда. У меня сейчас очень... Арендодатель банкуется, шесть лет не получает налоги. Вот, у меня просто, да, само место, скажем, неплохое, территориально в районе, но само место, где клуб находится, оно, конечно, ужасно. То есть, само, ну, само здание, сам подловно.